Я приветствую вас на моём канале. Рассказывала я как-то об очень крупной туристической выставке, проходящей ежегодно в Москве. А сейчас мы с вами побываем на 11-м Черноморском туристическом форуме Болгарии, который проходил в одном из старейших курортов Святой Константин и Елена. На территории отеля Астер Гаден. Отель огромный, новый и относится к классу люкс. Но речь у нас сегодня идёт не об отеле, а о мероприятии, на котором были представлены 15 муниципалитетов Болгарии и присутствовали представители посольства Азербайджана и Южной Африки. И все они, конечно, рассказывали о туристических достопримечательностях и о возможностях для развития туризма в своих регионах. А вот в минеральных банях я ещё не бывала. В районе, да, в пещерах, поднималась на Орлово Око. Надо будет заехать и этот городок посмотреть. Мой любимый Лович! Основные культурно-истоические достопримечательности Ловича это крепость, которая находится на горе выше современного города. И основана она была ещё траками. Затем здесь присутствовали и римляне, и болгары, когда они пришли на эту территорию. Это баня, которая была основана ещё при римлянах. Ну, куда римляны без бань. А затем использовалась турками. И сейчас она восстановлена в том виде, в котором была во времена турок. И используется как музей. Кстати, вот таких примеров, когда турки использовали бани, построенные римлянами. Очень много на территории Болгарии. Ну и, наконец, знаменитый Ловичский крытый мост. Таких мостов всего три в Европе. И один из них вот здесь, в Болгарии, в Ловиче. Это у нас регион община Чепелария. Находится в Радопах. И вот здесь вот очень интересно у них представлено. Значит, это Радопская банница. Это сырни там? Сырни у риса. Сырни с рисом. А рис у вас же не растёт. Это плов деревян. Растёт. Вот. И травки. Ну, самые такие известные. Значит, по-болгарски это называется риган. 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 Я думаю, что это душица по-русски. Жилт Кантарион. Зверовой. Наш зверовой. Вот. Ну, ещё одну я вам потом покажу. Я её уже себе спрятала. Самый знаменитый Мурсальский чай. А ещё я тут увидела вообще что-то потрясающее. Первый раз. Розовая вода. И запиня. И ещё, посмотрите, говорят, золото там плавает. И куда вы это экспортируете? Ты сказал, это куда покупают? Из нас это за Дубай, за Чубина. За Дубай. И куда ещё? Да. А ещё... Это для здоровья очень хорошо, да? Вот так. Чудеса. Мы ничего не знаем. Кроме того, что в Болгарии есть золотой песок, на котором можно жариться. А вот и моя Варна. Хозяева нынешнего форума. Символ Варны, да? Да. Почему жёлтая? Это рекламный трик. Да? Почему жёлтая? Как золотая песка. А, символ золотой песка. Да, это море. Это песка. А, синее море и жёлтые золотые пески. Просто. Или как солнце. Если вам нравится. Лучше солнце. Мне больше солнце нравится. Я живу в Болгарии за солнцем. Живу в Варне. Потому что много солнца. А, подавай. Из Москвы переселилась сюда. За здоровьем, за солнцем. Больше всего порадовала меня на этом туристическом форуме то, что здесь очень мало места и внимания было уделено туристическим фирмам и отелям. Всё было сосредоточено именно на природных и культурных памятниках, которые находятся на территории Болгарии. Ведь Болгария занимает сегодня третье место в Европе после Италии и Греции по раскрытию и доступности археологических памятников. Заметьте, не по их количеству, а по возможности доступа к ним туристам уже сегодня. То есть памятников гораздо больше. А что нам известно об этом? Да практически ничего. Вот и едем в Болгарию летом на пляж. А вы приезжайте, когда жары нет и когда можно посвятить время культурному туризму и увидеть много уникального. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!